Приветствую всех, с вами Базилио, канал Фрешлайф 28 и сегодня мой личный топ-10 лайфхаков правильного питания. Как брать еду с собой? Популярный способ таскать с собой контейнеры мне категорически не нравится. Во-первых, контейнеры к концу дня плохо пахнут, а во-вторых, вечером их надо помыть. Что делать не хочется, и есть соблазн перенести это всё на утро. Ну а утром вы смотрите на часы и... В результате режим к чёрту, а опять столовка. Вместо этого я покупаю на любом рынке или в супермаркете оптом одноразовые контейнеры. Поел и выбросил. Денег на экономию воды и мыл сэкономите, потому что стоит такой контейнер примерно 2 рубля. Раз уж зашёл разговор о еде с собой, давайте поговорим кратко о её сохранности. Опять-таки, предлагаемые сумки-холодильники мне не нравятся. Именно по причине низкого качества контейнеров внутри, которые надо мыть громоздкости и дороговизне. Поэтому я нашёл способ проще. В хостоварах покупаются вот такие компактные аккумуляторы холода. Если нет в магазине, можно найти подобные на Алиэкспрессе. Такой аккумулятор можно обернуть вокруг шейкера или контейнера и положить в морозилку. Утром достать, загрузить еду и получить несколько часов в плюс к сохранности продуктов. Я живу в субтропиках и даже тут это вполне прокатывает. Какой продукт можно взять с собой так, чтобы он не испортился, если нет холодильника, а выезжаете вы надолго, и нет генератора холода или его недостаточно? Ответ консервированный тунец. Берите банку с ключом. Удобнее будет открывать и обязательно кусковой они рублены, и в собственном соку, а не в масле. Раз уж зашел разговор о тунце, то чем вытереть руки и вилку, чтобы прибить запах рыбы, если помыть их не представляется возможным? На помощь придут обычные медицинские салфетки для инъекций. Стоит такая меньше рубля. Вы протираете ею вилку, а в бумажную обертку заворачиваете лезвие, чтобы оно не пачкалось. Какие еще есть варианты, кроме тунца? Отличным способом получить полноценный прием пищи будет изготовление белково-углеводной смеси в домашних условиях. К вашему любимому протеину добавьте измельченную в кофемолке до порошка овсянку. Не переживайте насчет гликемического индекса, от физического измельчения он не поднимется, так как мы не удаляем оболочку зерна клетчатку и не обрабатываем овсянку термически. Проблем с пищеварением тоже не будет, проверено. Все хорошо, но как носить с собой такой порошок и вообще спортивное питание? Выход есть, благодаря общим стандартам при производстве пищевой посуды. В те же хостоварах можно подобрать баночки, которые по диаметру идеально подходят к шейкеру. Что страхует вас от просыпания порошка? В каждую баночку можно засыпать порцию еды и надписать. Также в экстренном случае поможет пачка творога с парой таблеток сахарозаменителя, взбитая в блендере или в обычном шейкере. Особенно, если творог запихать в себя не получается. Раз уж мы заговорили о твороге, то необходимо знать, что недобросовестные производители часто подмешивают в творог крахмал. Такая смесь будет идти только во вред, но я расскажу вам, как выяснить наличие крахмала в твороге. Если капнуть йодом на образец, то при наличии примесей крахмала творог окрасится в фиолетовый цвет. Если же творог качественный, цвет йода останется коричневым. Ну и конечно секрет приготовления куриной грудки. Быстро и так, чтобы она была не резиновая, очень просто. Варить грудку надо не целиком, а кусочками. Время приготовления в таком виде сокращается минут до 15, и волокна не успевают стать жесткими. Кстати, упаковывать такие кусочки в контейнеры значительно удобнее. И наконец, последним лайфхаком я покажу, как отделять яичные белки от желтков, когда нету сепаратора. Подойдет для тех, у кого в городе нет в продаже готового пастеризованного белка. Итак, это был мой личный топ лайфхаков правильного питания. Делитесь этим видео в соцсетях, подписывайтесь на мой канал, фрешлайф 28. Все о том, как начать новую жизнь в понедельник, и не бросить ее уже во вторник. А на сегодня это все. С вами был Базилио, и всем пока-пока.